Право приостанавливать торговые объекты, мы считаем, что это право будет использоваться в исключительных случаях. Мы очень предметно, точечно работаем с бизнесменами. Более того, у нас есть институт предупреждения и предостережения, пусть он работает в рамках антимонопольных дел, но мы эту практику используем и при ценовом регулировании. То есть мы работаем с бизнесом. Бизнес у нас социально ответственный, он очень чутко реагирует на меняющуюся ситуацию и на просьбы власти. Сегодня нет ажиотажа и нет дефицита. К сожалению, когда произошла ситуация, вот в марте месяце отсутствовал товарный ресурс в достаточном количестве по некоторым видам круп, по имбирю, лимонам, чесноку. Это был очень короткий период, но мы увидели, кто есть кто. И при проверках увидели, что некоторые торговые сети, некоторые импортеры формировали завышенные ожидания к реализации товаров, и надбавки были двузначные. Но мы вместе с комитетом государственного контроля быстро и оперативно подреагировали и договорились без применения административных санкций каких-либо, урегулировали эту ситуацию по торговым надбавкам. Но, тем не менее, по ценам у нас есть несколько дел, которые мы начали с большими страфами за превышение торговых надбавок. В частности, речь идет о регулировании цен на маски и до средств. Мы увидели, что поставщики, используя свое положение, устанавливали торговые надбавки в размере 180%. Кроме того, речь шла о выполнении параметров доктрины национальной безопасности в части обеспечения рынка отечественным продовольствием. Завозить иностранные товары и давать им предпочтение перед отечественными непозволительно. Поэтому мы должны обеспечить равные условия доступа на рынок. Если говорить о секонд-хендах, в министерстве подготовлено постановление. Оно сегодня вывешивается на общественное обсуждение. И там мы предлагаем следующее, что в магазинах секонд-хенда, поскольку это магазин товаров со вторых рук, мы предлагаем запретить реализацию новых товаров. Это, наверное, правильно. Продолжение следует...